Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, 47-й день счета Амера от Малхути. А по сегодняшнему дню, в уроке этого дня, можно сказать следующее. Весь мир существует в заслугу того, кто что делает, закрывает рот во время ссоры. Способность удержаться от ненужных слов, это и есть фундамент творения. Да, казалось бы, ни горы, ничего. Именно это. Удержи свой язык. Давайте вообще поговорим, заканчивая, почти заканчивая счета Амера, что мы тут считали. Время между Пейсах и Мышавод, это особенный период в еврейском календаре. В это время особенно строго проверяются наши качества. В первую очередь терпение, смирение, желание увидеть Творца во всем, что с нами происходит. Доброжелательное отношение к каждому, готовность увидеть добро в каждом. Особенно, кстати, в себе, как ни странно. В заповеди от счета Амера сказана важная вещь. Отсчитайте для себя со второго дня приношения Пейсаха, там, то-то, то-то. А что значит для себя? И вот еврейский закон поясняет, что каждый человек должен отсчитывать Амер самостоятельно. Это должен быть его личный счет. У каждого человека имеется свое личное предназначение в этом мире. Его не надо ни с кем сравнивать, не надо ни на кого оглядываться. То, что хорошо для одних, не обязательно хорошо, что для других. То, что хотят с неба от него, не обязательно хотят это от меня. И поэтому сказано, считайте для себя, для самого себя. Человек должен отсчитывать Амер так, как будто вообще на земле он один. И не сравнивать себя с другими людьми. Ни со сверстниками, ни которые преуспели, ни другими. Каждый человек уникален. Каждый человек не похож на другого. Поэтому вести счет нужно исключительно для себя. Чтобы успех ближнего не стал для тебя камнем преткновения. Поэтому сказал пророк, один был Авраам. Раби Нахман пояснял, что он всегда смотрел на себя, как будто в целом мире есть только он один. И больше некому сделать то, что должен сделать он. Поэтому никто не смог ему помешать, никто не смог сбить с толку. И кем он стал Авраамом? Все, кто знает знаменитое выражение Раби Зуши. Когда он говорил, когда я предстану перед небесным судом. Меня никто не спросит, почему я не стал Авраамом. Меня никто не спросит, почему он не стал Ицхаком или Яковом. Меня спросит, почему ты не был Зушей. Поэтому он стал тем, кем он стал. У Раби Нахмана есть такая сказка об умном и простаке. И вот простак там говорит, я делаю то, что делаю я, а он делает то, что делает он. Зачем нам вообще говорить друг о друге? Известно, что, несмотря на то, что говорил простак, суть здесь великая очень. Это от каждого человека в служении Творцу требуется делать это. Так, как будто он вообще один на земле. И делать это искренне, стараясь быть в радости. Это именно то, что требуется от нас, особенно в этот период. Хотя, может быть, не всегда получается, но стараться-то мы должны. Раби Нахман из Бреслова в книге «Ликутей и Аллахот» дает такой совет интересный. Он говорит, что главное качество, на котором должны строиться наша духовная работа в дни счета Амера, это тмемуд. Искренняя простота и вера. Ну вот надо проще быть с Богом твоим. Не надо ставить себя, я и он есть на это. Нет, есть он, а и там много-много разных «я». И все эти разные «я», конечно, отдельные, но они не могут себя сравнивать с Богом. Там, где мы сталкиваемся с какими трудностями в служении Богу, мы должны отбросить сомнение разума написано. И опираться исключительно на веру. Все наши трудности написано, все наши падения, это все от него. И ради нашего блага, хотя мы этого иногда не понимаем. Ведь разве мы выиграем от того, что наша гордыня или самоуверенность чуть-чуть похудеют? Нет. Это приблизит нас к переходу от самодовольства, к пониманию того, кто он и кто мы. Мы готовимся к получению Торы. Все знают, что вот-вот мы подойдем к горе Синай. Но скажите, какое значение имеет Тора для человека, если он находится в одном месте, а Тора в другом? Это разные. Поэтому в эти дни счета Амера мы стараемся приблизиться к той Торе, которую получим. Иначе мы находимся в разных мирах. Сказал вот Гаон из Вильна, что смысл жизни в том, чтобы переломить дурные черты характера. Скажите, пожалуйста, а что же мы делаем в эти дни? Этим же мы и занимаемся. Получается, что Дни Амера одни из самых важных в жизни. Тора очень мудрая. Она говорит и обучает нас, что не надо тебе все время нервничать, не надо все рваться в этой жизни. То, что принадлежит тебе, никто не сумеет у тебя отобрать, говорит Тора. А то, что не твое, ты все равно не сумеешь удержать. Поэтому Тора это как бы урок баланса. Тора это урок спокойствия. Ну и знаете, я такую маленькую притчу расскажу. Однажды один рэбе своему внуку открыл такую важную жизненную истину. В каждом человеке, говорит он внук, идет борьба. Очень похоже на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, ложь, амбиции. Другой волк представляет добро, любовь, надежду, мир, истину, верность. Я знаю. Внук, говорит, так растрогало его. Он позадумался, а потом говорит, дедушка, а какой волк побеждает? И вот рэбе улыбнулся и говорит, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Подкармливайте хорошего волка, и все будет хорошо. Брахавы от слаха.